Это сурик. Так ласково сотрудники зоопарка называют новорожденного суриката. Малышу всего пять дней. Его родители познакомились недавно. Самка в Сочи прибыла всего четыре месяца назад. Сурикаты, представители семейства Мангустовых, достаточно долго искали общий язык. Довольно длительно у них такая притирка друг к другу происходила. То есть самка не очень хорошо благосклонно приняла самца, но со временем к нему привыкла, конечно, и они договорились. Мы на самом деле не ожидали, потому что у сурикатов живот не так сильно ярко выражен, когда они беременные. И для нас это было в какой-то степени сюрпризом. Но мы ждали так 50 на 50, думали, будет или нет. Оказалось, что все-таки она беременная. Она, слава богу, хорошо родила, легко, без всяких проблем. Через два дня после самки суриката родила и велоухая игрунка, она же мармазетка. Свою двойню мать многодетного семейства вынашивала около четырех месяцев. Они живут от двух особей до 13. Здесь у нас семья, именно мама, папа, троих детей-подростков и двое новорожденных. Самец ухаживает за детьми, то есть носит прямо на себе, передает самке только во время кормежки. Дети их тоже помогают, все семейство ухаживает, вынашивает детей. Такое положение дел для данного вида краснокнижных животных вполне обычно. Мама принимает участие только в кормлении. Вот такое лакомство в виде зоофобусов, муравьев и змей. Детеныши и грунка из суриката попробуют через пару месяцев. А пока, как и положено, новорожденные питаются материнским молоком. Вообще пополнение семейств здесь дело обычное. Условия позволяют животным размножаться. Это значит, что здесь им комфортно. А ко всему прочему в неволе увеличивается популяция, в том числе краснокнижных животных. Бразильские грунки действительно считаются вымирающим видом животного. Но, как ни странно, в условиях неволи они живут намного дольше. Компанию им здесь оставляют макака, тукан, кролики, павлин, коза марго, а еще львенок и енот, который также родился в сочинском зоопарке Рио. Инга Габейша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.